Всем привет! Меня зовут Елена Кермич. Поговорим сегодня о жизни на Болтинке. Мои гости – жители микрорайона Оксана Энге, Инна Крапетян, Марина Егорова, Валентина Максимовская, Елена и Сергей Тюрины. Болтинка, микрорайон которого нет. Этим вопросом невольно задаешься, когда приезжаешь на Болтинку. Если в других микрорайонах города инфраструктура, конечно, далека от того, что можно назвать нормальной, то у вас, как мне кажется, вообще ничего нет. Из социальных учреждений один детский сад, и то уже очень старый, и, мне кажется, даже ветхий. И все. Когда-то была школа – закрыли. Элементарно нет медпункта, бани, библиотеки. Из магазинов – пара небольших павильончиков, где разве что, наверное, хлеб да молоко. Стадион – это давно он так назывался, а сегодня – бурьян. Я уже не говорю про уличное освещение, дороги, поэтому невольно складывается ощущение, что вас вычеркнули из общегородской среды. Может, я не права. Последний раз я была на Болтинке летом, месяца три-четыре назад. И, может быть, за это время что-то уже поменялось, или вообще кардинально все изменилось? Ничего не поменялось вообще. Абсолютно такая же картина. Да все хуже. Еще хуже? Еще хуже. То есть то, что я сказала, это еще… Ну, добавилось то, что освещение еще просто стало хуже в этом году, чем в те, когда… А что может быть хуже? Вот я когда приезжала туда, да, вот несколько раз и по своей работе, и знакомый у меня там живет, мне казалось, его вообще нет. То есть как может быть нет со знаком минус? Ну, у вас, вы приезжали, еще сезон было? Могула. И что на грани? А сейчас уже был снег и расставил, и получилось одна грязь, и лужи, и вообще не пройти, и не проехать, и ничего. Сколько я помню, Болтинка, она никогда, конечно, не была, вот на мой взгляд, таким успешно развивающимся микрорайоном. Но для меня это был тихий и вполне себе такой, ну, уютный уголок для размеренной семейной жизни. Много лет назад вам провели газ. В большей степени, насколько вот я помню, да, это тоже, конечно, по инициативе жильцов и даже при финансовом участии жильцов. Но тем не менее. То есть мы говорили о том, что пусть постепенно, пусть маленькими шажками, но вы шли в гору. А сейчас, как мне кажется, вы катите с нее или уже скатились? Газ, газ, правило, провели только частные дома. Да, это не все. В основном, кто хотел, кто есть. Возможные финансовые возможности. А наши многоквартирные дома, половина вельских, либо забытые Богом нашу, Божий край, это Болтинка и Массозавод, это, как правило, всегда было брошено. Испокоен веку, когда еще в войну, это место сильных зэков. Как вы понимаете? И мое мнение лично такое, что у нашего городского правления такое мнение, что там одни зэки живут. Но сейчас же не война. Сейчас нет ссыльных, сейчас нормальные люди. Видите как, они думают, что дети зэков остались там, ссыльных. Даже если так, это дети, это люди, это население твоего города. Так вот у них там мнение такое же осталось к нам. И это шли, соответственно, к нам такое. А пытались переубедить в этом. Вот прийти и сказать, ребята, я тоже родился здесь, на этой же земле. Я тоже вырос здесь, я воспитан здесь, мои родители здесь, я живу. И бесполезно. Пока они в редакцию газеты не обратились в Черникотлас, нам даже канавы не чистили 20 лет. Доходило до того, что уток кормили хлебом из окна, потому что они под окном плавали. Белки поделили. А сейчас они говорят, что дом аварийный, потому что он 20 лет тонул, простите меня. Еще из него будет, конечно, один угол подмыт, он ломается пополам. А вот вы сказали как раз о том, что в этом году, возможно, переедут из аварийного жилья. А почему возможно? То есть я так понимаю, что вот эти дома под расселение, как раз которые строятся, сегодня на Ушинского. Да, на Ушинского. Ну а почему тогда сомнения, вроде дом возводится? Потому что людям уже много-много лет обещают. Ну а вот наш дом аварийный? Вот и я, вот, да. Нам ничего не обещают, нам дают минимальную сумму и все. Чтобы признали дом аварийным. У нас дом после урагана рядом, 123-й дом, крыша снесло. Что вы думаете, ее клеенкой закрыли, а дом считается аварийным. Людям предложили общежитие, все. А насчет вот, как мы разговаривали с одним хозяином этого дома, не торопятся выдать им квартиру. Арсеньев приезжал, сколько лет назад, да, Арсеньев, да, несколько лет назад. Я ему задала вопрос о дороге у нас. Как он ответил, что вот я поднимал этот вопрос, просто я как понял, волкинки ничего делать не будут. То есть он вам напрямую говорит, не надеетесь ничего. Да, ну опять на культ просвета же сделали дорогу. А у нас? По улице Франко, вот сейчас вот дожди снова прошли. Вот, ну, я знаю, я пока жил, вот вместе с ними в этом доме, туда с ним. Я как мог отцепал там, соседу, дочу, с дружкой отцепал. То есть тоже все сами. Все сами. Все сами, да. А вот за нашим домом и к следующим домам просто не проехать, там на уазике даже сядешь. То есть, если бабушка помрет, там с 125-го дома ее придется уточнить. И там у нас в медработе приезжают, вот по плитам до угла дома, и побежала пешком через си дома. Сарайка у нас. Про сарай это вообще беда. Они у нас уже падали. А двухкаждый сарай. Делали тогда, вот уже приезжали туалеты, сделали капремонт. Даже вот заговорить не обшили, сделали один пол. Туалеты все проваливаются. Крышу не сделали. А у вас дома, квартиры муниципальные или в собственности? В собственности. У кого-то как бы муниципальные есть и в собственности. То есть и муниципальные тоже ничего не делается? Нет. Управляющая компания, она не справляется со своей работой. Печки у многих вообще. Да, да. Они ссылаются на то, что должников много. Мы-то платим, почему мы должны терпеть это? Вот мы с мужем проживаем в Гастелло 18. То есть у нас стоял вопрос, мы даже дошли до Арсеева. Я говорю, почему по всей Болкинке помойки поднимают, зашивают и делают только сеточку? Чтобы можно было жидким. Сейчас же везде контейнеры установили. То есть они приехали летом. Не буду врать, в каком месяце. Вычистили? Ну, как сказать, вычистили это наполовину. По Олегу Кашевого, по Франко 142 они заколотили полностью. То есть, а у нас она открытая. Только вот... Почему так? Что за избирательный подход? Я не знаю. Вы больше всего возмущаетесь, требуете, просите. Скорее, наверное, всего. Когда я, видите, в свое время работал в ЖУ, в нашем ЖУ фонде, и мастер по Болкинке, я только звонил и говорю, про Дмитрий Сергеев, я начинаю от нее трясти уже, от молодого голоса. Вот ответ, наверное, на вопрос. У нас двухэтажные сраи, представляете, вот эти еще старые, они так, что соединило все, потому что на второй этаж вообще не подняться ничего. Она все так соединила. Они вот так наклонены, не дай бог тебе, как маленький, забежит, и он сложится. Сейчас я, соответственно, управлендж компанией, а вы как ответили? А это ваше. Это ваша собственность. Вы делаете заявку, мы с вашего дома снимем деньги, и тогда вас, может, мы разберем. Это не наше, это ваше. Это прокурорение. Хорошо, если у нас все в собственности, они нам ничего собственникам не делают, почему мы тогда платим им за текущий ремонт? Вот. Зачем мы платим такие деньги? Это более правильный вопрос, потому что вот то, что вы говорите, это, ну, часто задают жители такие вопросы, но сегодня, хорошо это или плохо, мы, наверное, рассуждать уже не будем, да, но факт. В силу федерального законодательства у нас действительно все поделено, и общее имущество дома принадлежит собственникам. Соответственно, платить, ремонтировать, восстанавливать, менять и так далее, они должны за свой счет. Другой вопрос в том, чтобы действительно спрашивать это с управляющей компанией, когда вы платите им за содержание и ремонт, да, соответственно, за что вы платите, что включено в эту сумму, но от каких-то работ вы, как собственники, имеете право отказаться и заменить их, предположим, другими работами, да, или так далее. Либо в перечень обязательных работ на следующий год внести, ну, то, что вам вы считаете нужным на сегодняшний день сделать. Если они раньше давали отчет, то сегодня никакого отчета нет. Они дают отчет, но там все такое, что бесполезно с ними спорить. Там даже находит до того, что у них написано сбивание сосулек с крыши. Ни разу ни одного не видела, чтобы кто-то сбил у нас сосульку с крыши. И там порядка тридцати тысяч на это уходят. Спалка белка. Побелка труп, непонятно чем. Творники, по-моему. А дерево. А в 127-м доме вообще даже уборщица есть. Да. Из куранки. Есть, по-моему, по улице. Ну, тут дворник, по-моему, у нас кто-то, по-моему, Дима, да, видел? Кто-то читал или нет? А, читал-то ему сказали, там, когда он по поводу этого обращался. Что дворник? Убирают с них. Они там, короче, там дофига кого там у нас есть. Я врать не буду, потому что не помню кого там очень много. Как не помните, вы должны видеть, если они есть, значит, они работают? Нет. Снег мы убираем сами, подъезды, сам убираем площадку. Когда все-то с нами моет печенье? Да. В общем, к 2025-30-му году у вас будет и газ, и сарайки, и мастки новые. Все сказали будут. Вот мы купили... А тут печку делать. Вот реально, вот мы делали печку, у нас пожарная комиссия была. Сказали печки переделать полностью. Мы все лето обращались. У них все время печеньки в отпуске, постоянно в отпуске, каждый месяц. И когда Дима сказал, ну что, мы будем подавать в суд, мы собираем документы, все вот это, фотографируем, фотографии сделали, все. Они сказали, так подавайте, нам-то что? Они так человека посылают проверять печки-то. Тот придет, у меня, говорит, вот все три надо ремонтировать. Пожарная комиссия второй день. Так зиму-то же. Опять ничего не делала. А что же топить? Они напрямую говорят, мы коммерческая организация, мы зарабатываем деньги. Они вот мне прямо в глаза директора сказали, что в этом сходить. Мы коммерческая организация, мы зарабатываем деньги. Это наш доход. Какая управляющая компания, в которой даже нет автомобиля. Какая у вас управляющая компания? Комета. Или даже нет автомобиля. Возить, возить. Даже работников материал, либо что-то. Свои же работники, вазики, наказаны в озеро. Приезжают, пьяны чуть с крыши не падают. Этот шифер летит, и они чуть ли не за ним вслед. Да вы что? Конечно, у нас это было. Сами подогналович. Ну, смотрите. Значит, первую проблему мы фиксируем. Проблема с ветхим жилым фондом, который требует повышенного внимания, чем, наверное, все остальные дома, которые, по крайней мере, в центре Котласа расположены в том же Мочегодском, Лименде. Но этого внимания вы не видите. И договориться с управляющей компанией непосредственно. Да, там беспорядка. Беспорядка, там хомо сидит. У вас депутат по округу Анатолий Арсеев, который как раз занимается вопросами ЖКХ, который работает в ИРЦ. А если вот действительно просто собраться всем жителям, да, и сказать, собери. Вот мы готовы собраться, да, помоги нам. Организуй встречу с управляющей компанией. Помоги нам понять их, а им понять наше чаяние. Он вообще не разбирает. Он может это сделать. Я не согласен с вами. Он не хочет. Почему я не согласен? Я разговаривал с этим человеком. С человеком, которому по барабану. Они вспоминают нас, когда выборы. Перед выборами, да. В том году был случай тоже с нашим депутатом. У нас провала трубы. Раскопали зимой трубы. У бани, то есть у котельной. Было не приехать вообще. К нам у нас была яма, получается. Они упали, они закопали. Но оно все упало, провалилось. Получилась яма, так что бампер там чуть ли не оставила я один раз. Я ему звоню, пишу в социальных сетях. Так и так, такая проблема. Он мне говорит, а вы не пробовали пешком ходить? Это полезно? Я говорю, а вы видели дороги? А вы видели у нас дороги? Как я могу? У меня оба ребенка. Один посещает школу в городе, второй ходит в саде в городе. Вы вообще знаете, где мы уже где-то находимся? Он говорит, я даже не представляю. Вы депутат? Вы даже по своему округу не можете проехать и посмотреть, что это? И как нам там пройти? Как я могу ребенка отправить по этим лужам по колено в школу? Без машины. Бывает, даже не пройти, не обойти лужи бывает. Фиксируем вторую проблему. Но в итоге я им позвонила в ПКТС и сказала, если я ставлю там бампер, я вызову ДПС, я составлю акт, и я подам в суд. И на следующий день все это сделали. Уже сам ПКТС, а то уже без помощи нашего депутата. Ну, нашли выход, слава богу. Смотри, фиксируем вторую проблему, да, тогда дороги. Дороги это вообще у нас... Их нет просто. Нету. Если до садика там еще хоть как-то по Гастелло отсыпается, то после там уже вообще... Если я скажу просто... Еще после того, как газ проводили, там вообще все. Такси не каждый раз туда ездит. У нас даже вот этого ничего не восстановили. Мы тоже так же песочком засыпали, да, все провалилось, размыло и все. У нас вот, допустим, даже такси вызвать. У нас, понимаете, у нас они даже... Бывает, что там вот приедут без проблем, да, так они и то говорят, выходите, пожалуйста, на дорогу к садику. Потому что, говорит, ну, мы не хотим к вам ехать. Это вот весной? И даже заказы не ехать. Весна очень. Они хорошо едут зимой, когда Дедушка Мороз нам в дороге. И вот сейчас вот так. Они едут. Здесь, конечно, Дедушка Морозов-то долго. А в такси, да, когда зимой что-то вызываешь, что-то просят, у вас дороги почищены? Да. Ну, вот мы уже почищены, нету. Пытался там что-то, дорогу как-то, да, отсыпал. То есть опять сами? Конечно, сами. А мы кирпичиков где-то положим, где-то плитку положим, где-то ПГС. Так я предлагаю вам уже оформить территориальные границы своего микрорайона. И, знаете, такое некое частное государство. Ну, если вы все сами складываете сделать, да? Так нет. И вот понимаете, что самое интересное, да? Вот мы к Арсейу-то обращались, мы хотели вообще от отправляющей компании отказаться. То есть нам, чтобы вот нам нанять просто аварийку, мы будем ей платить, кто будет нам вывозить туалеты. И вот, допустим, чтобы у нас на дому был свой фонд. Причем нам Арсей сразу сказал, вам не отказаться. Я говорю, почему? Ну, не по форме, не по средственному управлению. Он сказал, говорит, вам будет не отказаться от управляющей компании. Мы даже в это без строя тоже обращались. Все, бумагу-то собирали. Бесполезно. У них, возможно, муниципальных квартир просто больше в доме, чем частных, поэтому им не отказаться. Поэтому нам не отказаться. У нас в городе. А муниципальный, то есть там, соответственно, кто-то в тюрьме сидит, кто-то там еще... Ну, в каком случае, что вы понимаете? Долги в доме, он и говорит... И Арсейф-то сразу сказал, он говорит, вы откажетесь, вы, говорит, эти все долги возьмете на свой дом. Согласна. Освещение. Ну, вот освещение... Все, снега вообще потратительная. Может, просто проехать сюда дорогу. Понятно. В общем, освещение со знаком минусов. Я уже поняла. Его тоже нет, как и дорог. Так, отсутствие дорог, освещение. Особенно к вашему дому. Там вообще, я думаю, как вы ходите? А вот так вот. Я вообще удивляюсь вам. Вы говорите об этом с оптимизмом. То есть вы улыбаетесь, вы смеетесь. Я, 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 я привел. У меня, конечно, тоже... Ну, у меня вы вызываете улыбку, да? Я тоже иногда уже пытаюсь перейти в шутку, потому что, вот, вы так его разговариваете. Знаете, как это, бьешься об семку. Аптеки нет. Полезно. Вот, да. Поблеску, зеленку, даже элементарный бинт не купить, обрезался. Надо с хором вызывать, им что-то куда-то бежать. Соседево сучасся. Причем не бежать, а ехать куда-то в город. Да, да. Или сучас, Марина, дай бинтика, зеленки. Как правило, там, по телефону. У тебя есть это? Есть бинтик. Ну, слава богу, у тебя еще все свои, да, их хорошо друг к другу относите, что можно позвонить. Аптеки не нету. Марина, да, и мне. Можно же, с полиментарно, хотя бы маленький аптечный... Фельдшерский пункт. Да, да. Субрики на дуке. А пирос какой-то небольшой. Банкомата нету. Да. Говорим, с богом, за богом забытый угол. Медвежий. Вот возьмите, босок, тоже он маленький такой микрорайон. У них есть школа, есть аптека, есть даже какие-то необходимые там, например... Даже стадион. Даже краски купить, стадион. В клубе проводят детям занятия. Октябрь, да, у них... Детям просто нечем заняться. Детям у них у магнитом, когда с дочкой со школы шли, вот в первый класс пошла, у них там есть такой мини-парк или что там у них тут, то есть у них залита. Почему и не у нас так сделать, у нас стадион большой. У нас большой стадион. Что случилось стадионом? На стадионе по 17... Трава, да. По федеральному, по 17-м году тут уже поставлено вот этот турники, вот этот вот небольшой участок. Ребята вот занимаются, у меня сын был в 16-м год. Только они сейчас в лужу стоят. Он говорит, папа, мы не можем тут никак заниматься. Они уже боятся, уже, потому что ходят туда-сюда. То бишь не забетонировано толком ничего. Освещения там нету никакого. Ну, то бишь как ребятам заниматься, вот даже сейчас в шесть часов, в целом. Бедные дети. Сейчас все борются за спорт. Могли бы сделать какой-то стадион с тренажерами такой большой. Они берут и собираются в садике, потому что в садике есть свет. А, да. Они берут садики, собираются, к большому колонку приносят. И там вот мяч играют, танцуют, что там вот здесь занимаются. Потом, если не дай бог, что там сломают, их будут еще за это ругать. Конечно, естественно. У нас есть место, можно было даже аптеку поставить. Вот спилить вот эти все кусты, можно где-то что-то найти место и поставить аптеку. Кусты вдоль дорогу вообще не убираются. Даже ездить, чтобы делать все работали. Была школа шестая, мы учились, а так было хорошо. И недалеко. Ну, мячинский пункт был, и все было. То, о чем вы говорите, вот, например, школа. Конечно, плохо, что ее нет. И обидно, что ее нет, она была, и здание было. Но мы же понимаем, что на сегодняшний день это невыполнимая задача, да? Поэтому вот я-то хочу хотя бы поговорить о том, что реально сделать для вас. Потому что вот я говорю, школу нереально. Поэтому давайте вот просто вот сегодня, да, забудем, о чем все. Ее нет. Никто вам не пообещает. Ну, что реально, я не знаю, покосить траву, поставить фонарик. Не надо покосить траву, мы сами покосим, у нас у всех хосты. А так может, слушайте. Нам сделайте дороги, делайте нам свет и место проведения, где детям досуг провести вечером. То есть на администрации ваш депутат привыкли к тому, что вы говорите, не надо, мы сами. Да толку не покосят. Вы, может, приучили их к этому решению. От того, что они покосят, косили они. С одной стороны покошено, с другой ничего не покошено. Этим летом приезжали депутаты, и в их заметке в СМИ было зафиксировано, что они отметили, что нет освещения на остановке мостозавода. И что будут решать эту проблему. Там для этого ход и переход даже не освещен. Сейчас октябрь. Что-то поменялось? Ураган унесло, наша остановка... Вообще остановка идиюля не стала. Вообще она унесла, они ее выколышали и обратно поставили. Будет еще один ураган, опять унесет. Опять она полетит? Они даже ее не закрепили, просто поставили на межке. Ну ладно, хоть поставили, я не знаю, что за это сказать. А с другой стороны там вообще нет остановки. Там лежит плита и истыд знака. Просто остановка, все. В детях ездят в школу, туда в садике кто-то возит. И даже от дождя негде спрятаться. По трассе едешь, там прекрасно, такие заставки красивые, развесованные. Такие интересные всякие, разными формами, все. У нас в городе плита тебе на тебе, гробовая. А что тогда вас держит в этом микрорайоне? Вот у меня сразу вопрос, если все так плохо. Знаете, почему так плохо? Я вот живу тут 31 год, ну мне хорошо здесь, ну спокойно. Пускай так вот, да, у нас дороги, но мне хорошо здесь. Мы там друг друга все знаем. То есть мы отпустили детей на улицу, мы за них не переживаем. Мы знаем, что мы вышли из-под себя, ты моего не видела, я видела вон там вот и все. И все хорошо. Там тишина, там воздух свежется. А как вам кажется, есть вообще перспектива этого вашего микрорайона? Вы еще верите в лучшее? Ну, мы хотели. Город сейчас растет, растет уже до моста через Двину. И деваться некуда, надо городу расти. Так вам тогда придет, видимо, и освещение, и дороги. Но хотя бы это перспектива, ребят, хотя бы это возможно, вы понимаете, да? Значит, есть чего ждать и на что надеяться. Цивилизация-то придет когда-то. А дороги-то и мы хотим сейчас. Есть у вас совет микрорайона? Нет. Вот, например, мы тоже неоднократно делали сюжеты про Слуду, да? Тоже, в принципе, на мой взгляд, богом забытый микрорайон, но в стране Вычегодского. И у них долгое время тоже вообще ничего не делалось. Полное запустение. И когда они несколько лет назад создали совет микрорайона, когда появился, конечно, да, должен во главе его стать активный житель, должен какую-то свою команду, кто ему будет помогать, потому что, ну, одному в любом случае не потянуть. И там действительно точечно, пусть немного, пусть что-то. Ну, вот в прошлом году провели освещение, в этом году доделывают освещение. Там какой-то памятник они открыли. Понятно, что понемножку, потихоньку, но как-то где-то что-то. То есть ходить, стучаться во все двери, потому что, когда разрозненное общество, да, мы все понимаем, знаем, что проблемы есть, но мы все думаем, что мне некогда там, а вдруг Валя сходит, да, либо там еще как-то. А здесь собрались, сказали, ребят, надо решать. Готовы вас вы, например, я не знаю, хотя бы, я понимаю, что вы сейчас не скажете, да, все, мы завтра пойдем и создаем, да, этот совет, но хотя бы вот там обдумать этот вопрос, поговорить с своими соседями, знакомыми, что, может быть, как-то, если к вам не идут, если про вас забыли, что этот микрорайон есть в черте нашего Котласа, тогда, может, вы напомните о том, что, ребята, мы есть, мы здесь, мы с вами, мы часть вашего города, и, соответственно, мы тоже требуем какого-то внимания к себе. Ну, конечно, мы с этим вопросом подумаем. Когда-нибудь до нас услышат, и, может, хоть что-то нам сделает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!